Жихорка И тут из печки выскочил бабайка, черный лохматый И стал ловить непослушных детишек и тащить их к себе Уходи бабайка, я послушная И с тех пор жили недолго и счастливо И вот однажды кот и воробей собрались на ярмарку Я бабайка, я бабайка, я бабайка, я бабайка Хоть тебе, Жихорка, шалить, остаешься за хозяйку А мы тебе с ярмарки Сейчас птицов привезем Между небом и землей Морочё закрылся И мечтаю за хвостом Ему прицепился Зач, Зач, давай поиграемся И Зач, давай играть И с этого поиграемся Какая румяная девочка у кота и воробья осталась Осинка ее, пожалуй Лишь бы и она тоже в свою норку не запрыгнула О, щекотно, не щекотно, отпусти меня, Лиса А не ваша родеточка на мосту балуются, а? Ну ладно Жихорка, запри дверь И лихе, не открывай А то ходят тут, понимаешь Яки Лиса по лесу ходила, Лиса голоса А Лиса такая-сякая Подождала, пока кот и воробей подальше от дома за холмы уйдут И опять к Жихорке побежала И вот ходит Лиса под окном и думает Как же Жихорку из дома выманить? Мне, кот воробей, не лилейте себе дверь открывать! А я с тобой, это, поиграться хотела Да? А что, играть-то будем? Играть будем А давай как-то с зайцем играл в догонялки Я буду зайца, а ты Лиса Догоняй! Эля, сам морковка упала Морковка упала Отпусти меня, Лиса, кому говорят Поворачивай! Морковка! Мы тебе, Лиса, хвосты-то Подрубаем! Подрубаем! А я ей дверь не открывала Мы с ней просто игрались Жихорка, с Лисой играть нельзя Она тебя обманет, украдет и съест А не будешь слушаться Бабайка придет Поняла? Да? Ха-ха-ха-ха! Что-то не видать ли ты? Должно быть хорошо, мы напугали ее с саблями. Поехали, а то ярмарка вся закончится. На этот раз лиса дождалась, когда кот и воробей ушли далеко-далеко от дома. Чтобы они не услышали эту девочку. Это кто? Это зайчик-побегайчик. А зачем? Поиграться. Ты же сама меня просила. А лисы поблизости не видать? Вроде нигде, не видать. А давай как-то с лисой играл. Я буду лиса, а ты заяц. Давай, беги от меня. Беги, заяц! Эй, заяц, заяц, я тебя поймала, поймала. Ой! А я вовсе и не зайц, и не заяц. Кот, воробей, спасите, помогите! Меня лиса украла! Украла, украла! Меня лиса украла! Украла, украла! Меня лиса украла! Хватит орать! Я хочу, чтобы ты меня кушала! Да не буду я тебя кушать! Не будешь? Мы просто поиграем с тобой в это, в калачики. Может быть, в куличики? Нет, в калачики. Ты тут посиди, а я сейчас быстренько. А как в калачики-то играть? Калачик садится на лопату. Ух ты! А потом его суют в печь. А что потом? Потом. Закрывают заслонкой печку и... И ждать пять минут до полной готовности. Давай, давай, цепись от лопаты и сворачивайся калачиком. А как это? Я не умею сворачиваться. Как, как? Елки, поем я сегодня, когда не буду. Держи лопату! Показываю! Надо на лопатку лечься, лапки поджать, вот так вот свернуться, мордочку хвостиком накрыть. Поняла? Да, поняла. Калачик на лопате. Его суют в печь. Закрывают заслонкой печку. И ждать пять минут до полной готовности. Ой, ой! Ой, скоро кот и воробей вернутся. Гостинцев привезут. Калачиков куличиков. И сам мне домой пора. Завтра доиграем. Ой, горю, ай, горю. Ай, куличик, ай, калачик. У-у-у, а я дороги-то и не знаю. Ой, бабайка пришел. Я кота и воробья не послушалась. Я с лицом играла. Меня бабайка утащит. Заяц, заяц, бабайка идет. Беги, заяц, беги. Ой, мой домик, домик. Стой, заяц, стой. А теперь, заяц, беги, беги. 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 Это что, лиса? Лиса, лиса. Опять ты, лиса за свое. Ща мы из тебя сажу-то повыбиваем. Ой, коты в роде вернулись. А, бабайка! Ох, несчастная я голодная! Ты ж только за жизнь-то такая! Ой, горе мне! Бабайка домой пошел. Он у лисы в печке живет. Котчинка! Ой, голодушка моя бедовая! Котая, керосинушка! И что же ты нахуй, котчинка? А мы тебе, Жихарк, с ярмарки калачей привезли. Ой-ой, калачики, калачики! Идем, идем, быстрее калачики кушать! Ой, калачики! Ой, а бабайка-то приходила, потому что я с лисой играла. Мы с зайцами так быстро бежали, так бежали. А лиса вовсе меня и не собиралась кушать. Она калачиком была. Только мы с ней не доиграли. А бабайка хотел меня и зайца к себе в печку утащить. А печка-то у лисы дома такая, чем мязая! И тараканы огромные бегают! С тех пор лиса больше Жихарку не воровала. Уж больно много хлопот с этими Жихарками. Ну что, съел бандюга? Ничего себе! Козья-хатка Эй, есть тут кто? Ого, стены из блинов? Эй, ку-ку! Печь из творога? Ах, как вкусно! Шагают по дорожке и чудные козы Кирошки и ножки невиданной красы Мы – козы Козы мы прекрасны и легки Как стихозы! Или матринки Трам-тир-ам! Трам-ти-рам! Трам-тир-ам! Трам-тир-ам! Ты обойди полмира! Не сыщешь равных нам! Ты обойди полмира! Не сыщешь равных нам! Трам-ти-рам! Это кто разворотил наш сладкий домик, а? Вот сейчас найдем этого злодея и затопчем Забодаем Как это? Куда это? Вы ищите в доме, а я тут Хорошо, хорошо Так, ага Ну что? Тут никого, Алик Тут никого Наелся и убег Чего? Тогда нужно дом латать, пока солнце не село Мы строим не из бревен и не из кирпичей Мы строим, строим, строим из бренов и кулачей И каждому понятно Тут есть огромный плюс На вид наш дом приятный И на вкус Трам-тирам, трам-тирам, трам-тирам-тира-рам Наш домик из сыра С блинами пополам Наш домик из сыра С блинами пополам Трам-тирам-тирам-тирам-тира-рам Девочки, а если этот воришко вернется? Чего? Сторожить будем Так, пора текать Девочки, вы слышали? Спят как убитые Нападай, кто хочешь, объедай Идите, идите, девочки А у меня ни один враг не пройдет Ага, как бы не так Заснет через две минуты Чего? Тут никого Вот если б ты, коза, заснула Я бы и убег Паю, паю, паюшки Сон сидит на крышке Сон сидит, аукает Козочку паюкает Спите, глазки Спите, рожки Спите все четыре ножки Прощайте, козы Спасибо, домик Ой, пропадаю, видать Ну да, хороша коза Ни один враг не пройдет А я тебе говорила Пусть сама теперь домик чинит Вот и починила Мамочки Девочки Девочки, уж на меня-то положиться можно Я, если чего делаю, то делаю Что-то я этой козе не сильно доверяю Чего? Ха-ха-ха Девочки Девочки С Thankfully Субтитры yemek Вот так красавица я. Так. Паю, паю, пареньки. Сон сидит на валюке. Сон сидит, аукает. Козочек паюкает. Спите, глазки, спите, ложки. Спите все четырех ножек. Проснись, проснись, дуреха. Да, положились. Девочки, да я только чуточку прикрыла глаза, и все. А в стене не хватает одного блина. Никакого от вас толку, дурехи. Сама осторожить буду, а вы работать идите. Идите, идите. А что можно доверить старой глухой козе? Ничего. Баю, баю, пареньки. Сон сидит на валенке. Валенок качается. Глазки закрываются. Спи, глазок, и спи, другой. Спи, дружочек, дорогой. Попался, пареньки. Девочки, да это же мальчик. Не мальчик, а дикарь какой-то. Не подайте меня, котики, я не хотел. Нет у меня никого, и дома у меня нет. Я не ел, не пил три дня, а вас, рогатых, испугался. Простите меня и пустите к себе жить. Я вам помогать буду. Ага, дом подъел, нас обманул, а теперь его еще и жить пусти. Ага, разбежались. Золотая сначала дом, чудовище. И уходи, пока Костя целы. Ох, что ж там и так с детенком-то, а? Что это они, бандиты, задумали? Волки! Вставайте, козочки, спасайтесь быстрее! Спасайтесь! Держись! А-а-а-а! Беги сюда! Беги сюда! Звать-то тебя как, герой? Василек. Ой, хороший мальчик. Оставайся у нас жить. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Есть на лугу цветочки, есть над трубой дымок. И есть у нас дружочек, отважный лазерок. Живем теперь мы вместе, живем не зная лет. Живем блины на ужин и в опять! Хи-хи-хи-хи! Трам-ти-рам, трам-ти-рам, трам-ти-рам-ти-ра-рам! Ты обойди полмира! Не сыщешь рабных нам! КОЛОБОК КОЛОБОК Опять двадцать пять! Бабка! А бабка? Ну? А испеки ты нам, родная, Колобок! Здрасте! А из чего? Испечь-то! Муки-то уж который день нет! А ты по коробу поскреби, по сусегам помети! Чего это у нас муки не наберется? Ишь ты! Придумал! Поскреби! Помети! Как дед сказал, так старуха и сделала. Испекла бабка Колобок! Вот! Горяченький какой! Полежи! Постынь маленько! И вот так! Ой, как вкусно пахнет! Еда! Ха-ха-ха-ха! Аааа! Ааа! Аааа! Колобок 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 Родненький Куда ж ты подевался-то? Колобок Колобочек Деточка, вернись! Колобок Катится Колобок по дорожкам до грядки И встречу ему Ай! Заяц! Ты, ты кто? А ты кто? Я? Я-то Заяц, а ты кто? А я, а я Колобок Какой такой Колобок? Вот Ха! Колобок, Колобок, а я тебя съем! Ой, не ешь меня, зайчик Я, я эту песенку спою Колобок Колобок Я на скребем, на сметане мысом И на кошке я стужим Я от дедушки ушел И я от бабушки ушел И от тебя ушастый зайчик Я обязательно уйду Ничего не понимаю Пропал куда-то И покатился Колобок дальше Только его Заяц и видел Катится Колобок Катится На встречу ему Аи! О-о-у Волк Стоять! Хе-хе-хе-хе Ой! Колобок, Колобок А я тебя съел Не ешь меня Сер и Волк Я-о... Я не вкусный А я? Всеядный А я, а я, а я тебе справа песенку спою. Какую такую песенку? Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный бок. По амбар я метен, по суседям скребен, на сметане я не шел, и на окошке я стужен, я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. И я от зайчика ушел, и от тебя, сиропчище, я убегу. Ах ты! И покатился колобок дальше, только его волк и видел. Колобок, румяный! Ого! Красота! Ой, ой, ай, ой! Катится колобок дальше, и встречает на своем пути медведя. Колобок, колобок, а я тебя съем! Ну, если ты меня всегда успеешь, может, я тебе сперва песенку спою? Ну, боляй, только недолго, а то я с утра ничего не ел. Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный бок. По амбару я метен, по суседям скребен, на сметане я мешен, и на окошке я стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайчика ушел, я от волка он ушел. Я от тебя, косматый мишка, я и подавно убегу. И покатила колобка дальше, только его медведь и видел. Ах, колобок, ну какой же ты хорошенький! Ах, а какой же ты душистенький! Ой! Хм! Может, ты еще и песенки поешь? Да, и очень красиво. Спой мне разочек, порадуй, сироту! Беги, беги, беги! Я, правда, уже очень устал. Я умоляю! Ну, ладно. Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный бок. По амбару я метен, по суседям скребен, на сметане я мешен, и на окошке я стужен. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. И от зайца ты ушел, и от волка ты ушел, и от медведя ты ушел. И от тебя, лиса-краса, я тоже убегу. Браво, браво, браво! Гениально! Да? Ах, только я тебя плохо слышу. Наверное, совсем стара стала. Сядь-ка ты ко мне на мордочку. Да пропой еще раз. Беги, беги, беги. Чего? На мордочку. Сядь. Да пропой еще раз. Ага, я колобок. Не успел допеть свою песенку колобок, как лиса его, ом, и съела. Вот что бывает с детьми, которые из дома убегают. Так-то. А теперь спать пора. Давным-давно в одной башкирской семье родилась девочка-красавица по имени Галия. Мать не могла на нее нарадоваться. Пела ей песни, дарила украшения. Но однажды... Темной ночью забрался в дом злой волшебник Дев. Так... Утром родители удивились. Погоревали, но решили, что это Галия. Ведь на ней были материнские бусы. Подкидыш вырос страшной уродиной. Капризной и жестокой. Дома она лежала на постели, дрыгала ногами и все время орала. М-м-м-м! КОНЕЦ Она обижала соседских детей и больше всего мальчика Юмагула. Прошло время. Юмагул вырос и стал красивым юношей, помощником своей матери. Отправился он как-то в лес за хворостом. Присел на пенек, достал лепешку, только собрался съесть ее. Не пожалел Юмагул для суслика даже последней лепешки. Долго еще шел Юмагул по лесу, заблудился и вдруг видит шалаш. КОНЕЦ Открыл глаза Юмагул, а перед ним девушка, очень красивая. «Давай, — говорит Юмагул, — с тобой дружить!» А та в слезы. КОНЕЦ А потом показала Юмагулу свои ноги. А одна нога оказалась птичьей. И рассказала девушка, что зовут ее Галия, и что в детстве ее, как и многих других детей, похитил злой волшебник Дев. Слепо-слепо. Этот Дев варил в своей пещере страшное зелье и обливал им украденных детей, а потом ударял о землю волшебным посохом и превращал бедных детишек в маленьких беспомощных птиц. Дев собрался извести его от людской, чтобы стать хозяином всех земель. Но на Галию случайно попало лишь несколько капель зелья, и только одна ее нога стала как у птички. «Пойдем, — говорит Юмагул, — ко мне в деревню. Будешь жить среди людей!» Согласилась Галия. Но увидала их уродина. Крик подняла. «Девушка с птичьей ногой! Гоните ее из нашей деревни! А не то она принесет нам беду!» Послушались ее люди и прогнали Юмагул и Галию. Не знают Юмагул и Галия, что делать теперь. Вдруг появился Суслик, да и говорит человеческим голосом. «Знаю я, где живет злой Дев. Покажу вам дорогу, и вы сможете вернуть Галие человеческий облик. Но не просто будет это сделать». И вот вошли они в пещеру полную черных мертвых деревьев. Не знают Юмагул и Галия, как между ними проскочить. Показал им Суслик, как это сделать. И смело бросились Юмагул и Галия вперед. Юмагул и Галия В подземелье обрушились на них ледяные потоки воды. Но опять Суслик им помог. Маленький всю воду выпил. А в третьей пещере огонь пылает. Страшный жар грозит уничтожить все живое. Да пригодилась выпитая Сусликом вода. И оказались они в глубоком подземелье, где жил сам Дев. И пока Дев спал, решили они выкрасть волшебный посох. Суслик Ах! 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 Аааааааа! Увидел Юмагул, что вымок Дев в своем зелье Да и ударил волшебным посохом о землю Открыли Юмагул и Галия клетку Ударили о землю посохом и превратили птиц обратно в детей Тут же и птичья нога у Галии опять стала человеческой Привели Юмагул и Галия всех детей в деревню То-то было радости Подвел Юмагул Галию к ее родителям и говорит Вот ваша дочь А родители не понимают ничего Выбежала вперед у родина, кричит Это я дочь, я настоящая дочь Я ж чего выдумала? Я настоящая дочь А вы пошли отсюда прочь, прочь! Не слушайте ее, я, 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 я настоящая дочь Дотронулся до нее Юмагул волшебным посохом Потом, конечно, и свадьба была, но... Про свадьбу можно до утра рассказывать Субтитры делал DimaTorzok Жил-был мужик И у этого мужика был кот Да такой проказника и обжора, что просто беда Проку от него никакого Одни только убытки Не выдержал, наконец, мужик Схватил кота и в лес понес Да подальше понес Чтобы дорогу назад этот кот уже никогда не нашел И так далеко мужик в лес зашел, что сам испугался Бросил кота и со всех ног домой побежал Только его и видели А случилось так, что лиса мимо проходила Увидала она мешок, любопытство ее разбирает Что это там такое? А кот в мешке от страха, ни жив, ни мертв Слышит, вокруг кто-то топает Думает лиса Домой мешок отнесу, там и раскрою Смотрят кот и лиса друг на друга Обоим страшно, но жутко интересно Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала Ты кто будешь? Я? Я? Зовут меня Котофей Иванович Меня из сибирских лесов прислали к вам воеводою Вот Ха-ха-ха, воеводою Хм, воеводою? Ах, какой вы важный воевода, Котофей Иванович Какая выправка, какой мундир А что, Котофей Иванович, давай поженимся Поженимся? А тебя как звать-то? Лизавета Петровна, я Ну что ж, Лизавета Петровна Пожалуй, женюсь я на тебе И стали они вместе жить День и ночь веселятся, песни поют Да в ладушки играют Ах, бедный Котофей Иванович, как же вы проголодались Всю ночь пробегали, искали чем бы поживиться Что ж, я схожу, еды добуду А вы пока тут сидите, сил набирайтесь Скоро сытно заживем Бежит леса по лесу, грибы собирает А сама по сторонам поглядывает Вдруг волк навстречу Здравствуй, Лисонька Ты чего это, грибы собираешь? Ты же их не ешь Я-то не ем Да вот муж мой, Котофей Иванович, очень любит Какой такой Котофей Иванович? А ты разве не слыхал? К нам из сибирских лесов воеводой прислан Былая лисица-девица, а теперь нашего воевода-жена О, а нельзя ли на него посмотреть? А ты гостинцев собери Рыбки, мясо, да побольше На опушке положи, а сам спрячься куда-нибудь А вось Котофей Иванович тебя не заметит Он хоть у меня и маленький, но характером очень суров Чуть что не по нему, сразу в клочья разорвет В клочья? Да А лиса желуди пошла собирать Дожили, ты чего это, лиса? Мои желуди хватаешь? Фу, так я ж не для себя Для мужа моего, Котофей Иванович Какого такого мужа? Который из сибирских лесов к нам воеводой прислан Желудь не подашь, висит высоко Дожили Слышь, лиса, хочу на воевода твоего посмотреть А ты гостинцев собери Рыбки, мясо, да побольше На опушке положи, а сам спрячься куда-нибудь А вось Котофей Иванович тебя не заметит Скоро он у меня на расправу-то Дожили Здравствуй, лисонька Тебе чего? Мне малинки Для мужа моего Котофея Ивановича Котофея Ивановича Присланного из сибирских лесов К нам воеводою Покажи Он у меня маленький, но суровый больно Чуть что не по нём, тут же тебя в клощи разорвёт Разорвёт? Ну хоть одним глазком А ты и гостинцев собери Рыбки, мясо На опушке положи, а сам спрячься Да подальше А вось Котофей Иванович тебя и не тронет Скучаете, Котофей Иванович? А я вам покушать кое-чего принесла Не нравится Вкусненького хочется Скоро будет К нам вот-вот с подарками Большие звери пожалуют Да не бойтесь Они только одним глазком на вас глянут И сразу разбегутся В нашем лесу никогда настоящего воевода не видели Вот дожили К лисе с мужем на поклон пришли Тише ты Если сам беды ищешь Да хоть нас не втягивай Лиса вот велела спрятаться Вот дожили Дожили Медведь, ну что там? Не видать никого? Не видать Хоть бы знак им какой подать Слышь, косой, стой! Сбегай к лисе Скажи, что мы с подарками пришли Пусть с Котофей Ивановичем сюда выйдут Мне свыше передать Велина, что к вам с подарками явились И выйти просят Тут дожили Ну что, идут? Да вроде идут Ну как он, воевода-то? Да не разглядеть толком Мелковат Ну полно вам, Котофей Иванович Не сердитесь на них Они вам подарки вкусные принесли Вот как вкусненько вы сейчас накушаетесь Может меньше на них сердиться будете А уж если угощение вам не понравится Вот тогда их самих и съедите Медведь, что там? Я же не вижу ничего Ой, беда Все кричит мало Как бы до нас не добрался Ты куда, Косой? Жить надоело Не могу больше так Сам посмотрю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бегите, бегите А не то, как бы воевода вас не задрал Да другим передайте, чтобы неповадно было Котофея Ивановича сердить Вот задали вы им трепку, Котофея Иванович Долго помнить будут С тех пор кот и лиса стали жить сытно Идут, идут, подарки несут Идут, подарки несут У одного мальчика были мама, которая очень любила порядок Какая красота И папа тоже очень порядочный А также собака, кошка и птичка-попугай Однажды мама и папа пошли погулять А мальчик остался дома Идут, подарки несут Идут, подарки несут Идут, подарки несут Мама сильно огорчилась, а папа очень удивился, кто это сделал Не знаю, это я, это все он, он, это кошмар Коварная птица И мама решила Такие коварные хищные птицы должны жить в лесу с другими хищниками На следующий день родители опять пошли по каким-то делам А мальчик остался дома Сидеть? Папа сильно огорчился О, мои книги А мама удивилась Кто это сделал? Это не я, это она И папа решил, таким невежестенным собакам не место в привычном доме На другой день мама и папа пошли в театр Мы опаздываем А мальчик остался дома Родители сильно удивились Кто это сделал? Вон! Однажды родители собрались в гости. А мальчик опять остался дома. А-а-а-а! Тссс! А-а-а-а! А-а-а! Ну и кое-каке сделан! Не знаю. Подумай! Над своим поведением! Сказали родители и пошли домой. Без мальчика. Мама! Я больше так не буду! Возьмите меня! Давай! Домой! Ура! С тех пор мальчик вел себя хорошо и никогда никого не обманывал. А-а-а-а! Кто это сделал? Случилось это не так давно. Можно даже сказать, совсем недавно. Жила на опушке леса простая нанайская семья. Папа! Мама! И маленький сын! А-а-а-а! А-а-а-а! Счиги дивуймо, дивула я городу до лані! Меняне вула то дорожье то в лані! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот так и получилось, что остался жить Мерген у лесных зверей. Забот у них теперь прибавилось. Ребенка нужно кормить, поить, развлекать. Играет музыка. Вырос Мерген, сильный, здоровый Теперь сам стал зверям помогать Субтитры создавал DimaTorzok Удивился Мерген, расстроился А куда все подевались? Что случилось-то? Тут рассказали звери Мергену про нападение страшного великана Э, воно, какое дело Надо идти, родителей выручать Ну, долго Мерген не собирался Вещей у него не было Так, налегке и пошел Долго шел Решил привалу строить Отдохнем Только собрался перекусить Что такое? Чудище какое-то, нечисть болотная Девицу украла, под мышкой тащит Девица вода Варится, кричит, на помощь зовет Спасите, кричит Помогите Ну, что уставился? Выручай давай Видишь, пропадаю совсем Счастлива девушка Я, говорит, так вам благодарна, молодой человек Что готова стать вашей женой Очень, говорит, мне понравилось Такой еще женой Не, некогда мне жениться Дело у меня есть И рассказал Мерген девушке Про родителей и про великана А этого великана я знаю Зовет он себя хозяином тайги Силу его страшную Только как добиться с ним будешь На небо посмотри Я тебе помогу Двинулся Мерген дальше И пришел на берег реки Видит, лодка стоит Хорошая лодка, годная А это еще что? Ба! Щука в вершу попалась Здоровенная И семейная И говорящая Куда, говорит мужчина Путь держите Рассказал Мерген Чуке Что ищет великана Который называет себя Хозяином тайги И о том, что он с этим Хозяином сделает Когда найдет Знаю я этого хозяина тайги Говорит Щука И про родителей твоих слышал Отца твоего Великан над неречном цепью приковал Заставил всю рыбу Для него пересчитать А маму твою Посадил в подземелье Сеть плести Много лет они Света Белого не видели А за то, что ты мне помог Я покажу тебе дорогу К хозяину тайги Так и поплыли Щука впереди В воде скачет А за ней Мерген В лодке Меслом поширелит Стоп, говорит Щука Приехали Сейчас проверю Как там твой отец Порядок Он на месте Погружение Разрешаю Погружение Погружение Субтитры сделал DimaTorzok Не узнал сразу сына родного Да ведь лет-то сколько прошло Ну вот, совсем другое дело И вот доплыли они до владений хозяина тайги Спит великан, не проснулся еще А вон в той пещере и держит хозяин тайги твою маму Кричит мергенный великанер Вот я, говорит, до тебя доберусь Узнаешь, каково с людьми связываться Вау, утка летит Несет смерть великанеру Лови, кричит, не плашай Субтитры сделал DimaTorzok Гааги, гааги, гааги Гляпа, гааги Шах Гулик Шах 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 Хе-хе-хе! 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 Ну тут, конечно, все обрадовались. Хе-хе! Еще бы такое чудище одолели! Хе-хе-хе! 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 А великан они потом починили, подлатали, кое-где подкрасили, только голову обратно приделывать не стали. Так где-то в тайге и лежат. Хороший вездеход получился, так на нем домой и приехали, и до сих пор живут счастливы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно это было. В одном калмыцком селении жила женщина. И был у нее единственный сын. Веселый и добрый юноша. А как он играл на зурне! О, все вокруг пускались в пляс. Даже барашки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правил той стороной злой хан. И каждый месяц пропадали из селения люди. Прижали слуги хана, уводили человека. И больше его никто не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и пришла очередь юноши. Горько плакала женщина. Да делать нечего. Дала сыну дорожную сумку с тремя лепешками. И отправился юноша к хану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Страшно? Не бойся. Будешь мне голову брить. Снял хан шапку, а на голове рог торчит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кивнул хан довольно и говорит. По работе и награда. Видишь в углу сундук? Возьми себе золото, сколько унести сможешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидел юноша, сколько до него людей погибло. Вот почему наверху никто не знает про тайну злого хана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угостил юношу первой лепешкой огромную змею. Понравилась ей лепешка. И помогла змея выбраться юноше из пещеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказался он в густом лесу. Вдруг волчий вой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заурчало тут у волка в животе. Видно, есть хочет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут и вторая лепешка пригодилась. Волк не привык к такой еде, но все же съел. Даже понравилось. И помог волк юноше из леса выбраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в избушке жила злая голодная ведьма. О, вот и хорошо, говорит ведьма. Будет у меня сегодня ужин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бабушка, бабушка, разреши мне сыграть на взурне. Разрешила. А что ж не разрешить? Напоследок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, фу, сто лет так не плясала. Ну, пора теперь и закусить. Угостил ее юноша последней материнской лепешкой и рассказал про рогатого хана. Согласилась ведьма помочь юноше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тебе мой халат. Старый, зато волшебный. Наденешь его, сразу помолодеешь. Хм, нет, не то. А если наизнанку, то состаришься. О, вот теперь то. А, а если наизнанку, то состаришься. Страж не пускает. Кто такой? А старик? Бродобрей я. О, бродобрей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, работа сделал. Награжу тебя. Вон в углу сундук стоит. Наклонился старик над сундуком. Ой, сколько золота! Изумил цикан. Что? Где? Где золото? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА